Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас пойдет речь в первую очередь о сценарии. И начну я с того, что происходит вокруг нас, природы. Вот оглянитесь вокруг, посмотрите, какой яркий, красочный, разнообразный мир нас окружает. Сколько в природе всего прекрасного, как она изменяется, сколько красоты в ней, как расцветают цветы, как они осенью опадают листва с деревьев. Все меняется, идет постоянный круговорот. И наблюдая за природой, я вот живу в чудесном, прекрасном месте, рядом с моим домом, хвойный лес, шикарнейший лес. Я вот смотрю, за сосенками наблюдаю. И есть растут молодые сосенки, под кроной громадных, столетних сосен. И когда растет деревце, то у него тоже есть сценарий его жизни. Вот это место, где шишечка уронила семя, вырастает молодая сосенка. Почва, в которой растет молодая сосенка, то ли она будет каменистая почва, глинистая, или же это будет плодородная почва, в которой много перегноя. То есть вот эти все моменты, они как бы создают такой сценарий жизни для вот этой сосенки. Как она будет расти? Будет ли она крепкая и вырастет в сильную, мощную ель? Или же она зачахнет и в результате погибнет, если она выросла на неплодородной почве? И я как психолог наблюдаю за людьми. Ко мне за все эти годы обращаются очень много разных молодых людей. И их сценарий жизни я тоже наблюдаю. И вы знаете, всех этих людей объединяет нечто единое. Вот именно тех людей, которые не могут как вот сосенки вырасти в мощные сосны, так и люди, те, которые не могут, скажем, в 35 годах уже достичь успеха в жизни. Вот их объединяет нечто общее. Что же это такое? Это в первую очередь то, что они ничего не изменяют практически в своей жизни. Они остаются людьми, которые живут вот по-прежнему в этой клетке, о которой я писала, и ничего не делают для того, чтобы вырваться из этой клетки. Как будто бы в их бессознательном есть такой вот сидит внутренний эгрегор грандиозный, который сотворил их картину мира и теперь ревностно следит за тем, чтобы ничего не изменялось. Вот эти люди, они подобны вот этим молодым сосенкам, которые выросли на каменистой почве. Но если сосенка, она ведь не может уйти со своего места, изменить условия, изменить свой сценарий, она никак не может. То мы, люди, ведь отличаемся тем от растений, от деревьев, что мы осознанно можем начать менять всю свою жизнь. И вот в бессознательном этих людей, да, присутствует такой внутренний закон, который гласит изменения, опасны. И как результат у этих людей проблемное мышление. Они искажают свою реальность, создают такую собственную реальность, которую навязывают даже другим людям. Это и есть то, что в трансактном анализе называется проигрышным сценарием. И вот сегодня мы и будем более подробно обсуждать с вами, а что же такое проигрышный сценарий. Главное запомните, что сценарий всегда возникает у человека с проблемным мышлением, который жестко придерживается своих выработанных привычек. И таким образом его поведение становится деструктивным и разрушает жизнь этого человека. И вот сейчас я вам хочу разъяснить, как же именно это происходит, как это проявляется в поведении, потому что многим людям непонятно, что же такое сценарий. Вот есть главные моменты сценария. Это такие механизмы, которые запускают вот этот сценарный процесс и раскручивают их. Первое, и вы можете это даже записать себе, потому что мы в сегодняшней беседе будем все время к этому обращаться. Первое, это обесценивание. Второе, это пассивность. Третье, это симбиоз. Четвертое, это пересекающиеся и блокирующие транзакции. Пятое, это деструктивные игры. И шестое, это активизация эго-состояния или контролирующего родителя, или адаптивного ребенка. И седьмое, это спутанность мышления. Запутанность такая. Вот вот эти вот все моменты. И давайте разберем более подробно, потому что для многих это звучит непонятно. И даже если вы вот не поняли то, что я вот сейчас сказала, и для вас это сложно воспринимать, но я вам скажу, дорогие мои, то вы все эти механизмы каждый день, каждый час, буквально каждую минуту очень активно практикуете в своей жизни. И это приводит к тому, что вы разрушаете свою жизнь, что в результате вы имеете проигрышный сценарий. Как же вы это делаете? И вы знаете, что можно даже по одной-двум фразам увидеть ваш сценарий. И вот психологи трансаптного анализа нас даже учат тому, как за 40 секунд нужно определить сценарий человека. Мы проводили такую практику, наш преподаватель Соболева Елена Сергеевна дает такую практику. Вот вам диктофон, есть терапия, клиент-терапевт, вы беседуете, 40 секунд записываете на диктофон. И потом за эти 40 секунд выписываются все фразы, что вы сказали, клиент-терапевт, вот этот разговор. И по вот этим фразам все, уже нужно весь сценарий, всю жизнь описать человеку. И хороший коуч, хороший психолог. Анжела, пожалуйста, выключи звук. Что, включился? Выключи, пожалуйста, да. Что-то кашляюще слышно. И хороший психолог, хороший коуч. Видя человека первый раз виден. Буквально за одну-две минуты по его внешнему виду, по тону голоса, по его взгляду, по осанке, по фигуре, по тому, как рассказывает и говорит человек. Составляет полную картину жизни этого человека. И определяет его личностную адаптацию, все его сценарные моменты. И я вас тоже этому буду учить, всех, кто вот приходит ко мне на мой тренинг «Игра, сияние жизни». Вы этому научитесь. Итак, вот сейчас я вам просто расскажу такой пример приведу. И мы с вами вместе попытаемся проанализировать сценарий женщины, которая принимает участие. И каким же образом она превращает свою жизнь фактически в проигрышную. Вот представьте такая ситуация. Утром муж, уходя на работу, говорит своей супруге «Дорога, приготовь, пожалуйста, сегодня котлеты». Я вчера в интернете нашел рецепт и купил особые специи. «Ты приготовь, я там рецепт оставил, специи оставил, должно получиться вкусно». Она ему отвечает «Мне некогда сегодня, возиться с котлетами, у меня и так много отдела». Хочешь, сам готовь. Вот два предложения. И мы с вами сейчас рассмотрим. Во-первых, можно сказать об общем сценарии этой семьи. Сценарий семьи – это жизнь без любви. И начнем по порядку. Первое – обесценивание. Супруга, как вы видите, она обесценила просьбу своего мужа. И, конечно, она обесценила его как человека, как личность. Следующее. Сразу понятно, что у этих людей симбиотические отношения. Здесь я подробно не буду сейчас останавливаться о симбиотических отношениях. Я просто дам статью, которую вы сможете почитать о симбиотических отношениях. И те, кто в нашем тренинге участвуют, те, конечно, подробно узнают. Но у них очень тесный симбиоз у этих двух людей. Следующее. Пассивность. Что такое пассивное поведение? Есть несколько видов пассивного поведения. Это бывает или полная адаптивность, когда человек молча, молчит, там своего даже мнения не выскажет. Или же пассивность как бунт, как агрессия, направленная вовне. Когда человек полностью совсем спорит, не согласен, заказывает свою правоту. Это тоже пассивное, разрушающее жизнь и поведение. И здесь мы видим, вот у нее такой вот бунтующий склад характера, когда она наполнена вся агрессией, в ней много злости, гнева. И она даже в таких мелочах не хочет уступить своего мужа, когда он просит ее приготовить котлеты по особому рецепту, который он нашел. Она даже этого сделать не хочет. Следующее. Пересекающиеся транзакции. Что же это такое? Про транзакции я тоже дам статью, и вы ее сможете почитать. Оказывается, для того, чтобы жизнь у человека была гармоничная, то у человека должны присутствовать параллельные транзакции. Вот если муж обратился к своей супруге из эго состояния взрослого, то и она должна ответить ему из эго состояния взрослого. Допустим, если у нее действительно сегодня серьезные дела, она должна из эго состояния взрослого ему сказать, ой, милый, я бы с удовольствием сегодня приготовила, ты знаешь, мне нужно и это сделать, и это сделать, я сегодня ну никак не смогу, давай я завтра приготовлю. В общем, она должна ему ответить из эго состояния взрослого, учитывая его как личность, уважая его как личность, понимаете? А пересекающаяся транзакция или есть еще блокирующие транзакции, это когда человек отвечает из другого эго состояния. То есть вот он к ней обратился из эго состояния взрослого, а она ему ответила из эго состояния контролирующего родителя, понимаете? или если бы она сказала нет, отстань, это блокирующая была бы транзакция. Тоже подробно о транзакциях это вы сможете почитать. И, как я уже говорила, что у жены здесь в данной ситуации активизировано эго состояние контролирующего родителя. То есть всегда, когда есть эго состояние или контролирующего родителя, или адаптивного ребенка, это сценарий, деструктивный сценарий. И мы приветствуем Ларису, которая здесь присутствует, появилась, хорошо, что смогла присоединиться. И мы продолжаем дальше, потому что сейчас идет запись у нас этого вебинара. И игры следующие. Вот посмотрите, здесь эта женщина ведет игру, которая, как бы, говорит она в этой игре. Я знаю, как и что мне делать. Или я знаю лучше, как и что мне делать. Понимаете? То есть ее прям задело, что супруг ей сказал, что сделает жена котлету. И она вся вскипела и ответила ему, мне некогда сегодня возиться с котлетами, у меня много дел. Хочешь, готовь сам. То есть она его вот так отфутболила. То есть вот по двум буквально вот таким фразам, которые сказал муж, и как ответила жена, мы уже можем сделать колоссальные выводы и о сценарии в жизни. И вот сейчас мы продолжим рассматривать сценарийное поведение, сценарий и личность вот этой женщины. Для того, чтобы вы лучше поняли. Вот у этой женщины проблемное мышление. Она в постоянном бунте находится. Она все время ведет игры. И вот проблемное мышление имеет целый ряд аспектов. И мы с вами будем рассматривать в нашем тренинге, игрессии, и сиянии жизни уже на втором уровне. Вот это все, это все аспекты сценария неудачника. И важно обратить внимание, что человек в такой ситуации, когда он живет в постоянном сценарии, вот в этих деструктивных эгосостояниях, в играх, когда постоянно разговаривает с людьми с помощью пересекающихся транзакций, блокирующих транзакций, то он теряет очень много энергии. А все знаете вы уже, что когда человек теряет энергию, то естественно, ни о каком успехе, достижении, там не может быть и речи. Наоборот, это ведет к болезням. Когда постоянная жизнь вот в такой вот борьбе. И, конечно же, это распространяется на все стороны жизни человека. И самое главное, что такая женщина, она не будет меняться. Зачем ей меняться? Она ведь играет в игру «Я такая важная, я лучше знаю, что мне нужно». Вы знаете, что есть такой термин «чувство собственной важности». То есть эта женщина, вот она охвачена чувством собственной важности. И какие люди создают в себе некую зону комфорта, которую они находят. И на нашем тренинге «Сияние жизни» вот вы будете учиться тому, как осознавать свой сценарий. Будете учиться тому, как вообще начать видеть его. Потому что здорово, спасибо, Тамара сказала, что да, а как же они могут справиться, если они его не видят? И вот сейчас я буду об этом дальше рассказывать. Потому что эти сценарные процессы бывают очень сложно осознать. И тогда, конечно, нет ни гармонии, вот это, о которой Женя говорила. И человек будет или в пассивности находиться в полнейшей, когда он приспособленец, или же будет в бунте находиться. И вот у нас буквально только вчера произошел такой очень яркий пример. Вот чем хорош, классный наш тренинг «Сияние жизни» тем, что мы в процессе нашей работы мы ведь учимся не только отслеживать свой сценарий, но еще и зарабатывать на нашем тренинге. Мы ведем сайты, учимся, как вести сайты. И вот в нашей интересной, замечательной работе у нас все время происходят всякие производственные моменты, которые скрывают сценарий. Понимаете? И вот только вчера произошел такой яркий пример, когда я обратила внимание одной своей ученицы на ее сценарий. Но, увы, она меня не слышала, а говорила все время, «Нет, я все правильно делаю. Причем тут сценарий, я не понимаю, я все правильно делаю». Вот обратите внимание, в этой фразе заложен весь ужас человека со сценарием проигрывающей, все его беды, все его неудачи. Нет, я все правильно делаю. Вот обратите внимание, что человек ведет в великую битву, теряет энергию для того, чтобы быть правым в этой жизни. Понимаете? Но надо задать вопрос, а есть ли вообще что-то правильное в нашей жизни? Я ведь не зря начала разговор природы, сменяющейся природы. На самом деле, человек, как частица природы, должен помнить, что нужно быть таким же открытым к миру, как природа к нам открыта. Солнышко нам дарит свои лучи, цветы раскрывают свою красоту. Никто из них не сказал, «Нет, я закроюсь, я загружусь, вы не увидите, я тут такой самый красивый, правильный, я лучше знаю, как цвести». А другой цветочек, «Нет, я лучше знаю, как правильно цвести нужно». То есть, правильность это придумка человеческого разума. И люди ведут великую битву за то, чтобы быть правильным. И я тогда сказала, «Ну, ты выбирай, что тебе важнее. Хочешь, ты будешь правой, ради Бога. Или же ты хочешь все-таки изменить свою жизнь. Для этого ты откройся, ты услышь меня, что я хочу донести до тебя. Что у тебя сейчас сценарные процессы. А какие сценарные процессы, вот мы сейчас рассматриваем». Но, вот именно 95% людей важно быть правым любой ценой. Понимаете? Ценой даже отношений, ценой своего здоровья. потому что люди ведь инфаркты получают, и давление у них повышается, и разводятся ради того, чтобы быть правым. Нет, я прав. И они в судах доказывают, кто прав. И вот если мы возьмем любую ситуацию, когда человек доказывает вот свою правоту, то мы увидим, что этот человек находится на очень низком энергетическом уровне, на самом низком энергетическом уровне, у него ограниченное восприятие мира и жизни, и он продвинуться не может. Только когда человек начнет вырываться вот с этого низкого уровня на более высокий энергетический уровень, вот тогда он осознает, что у него сценарий проигрывающего, в котором присутствует и обесценивание, потому что конечно же в любой ситуации, когда два человека спорят, доказывают друг друга, есть обесценивание, они обесценивают мнение другого человека, его точку зрения, пассивное поведение, то есть они спорят, бунтуют, могут подраться даже, даже страны воюют, вот все сценарное поведение, у них пересекающиеся трансакции, потому что они кричат друг на друга, не слышат друг друга, и по очереди один в адаптивном ребенке, другой в контролирующем родителе, потом перескакивают опять, меняют эгосостояние, и у них конечно деструктивная игра, то я лучше знаю, как правильно, понимаете, как нужно делать, почему важно быть правым любой ценой, как вы думаете, здесь тоже вот то, что девочки только что рассказали, это тоже отсюда же важно быть правым любой ценой, это как раз то, говорила Анжела, я буду все-таки доказывать, что мой голос здесь что-то значит в этом мире, что я есть, я существую, услышьте меня, это как крик всему миру, и только пройдя вот этапы, первое, пробудиться, второе, осознать свой сценарий, а дальше уже быть открытым к изменениям, начать изменяться, вот эти все этапы необходимо пройти, и тогда у человека начинается изменение, когда человек наконец научится быть честным с самим собой, вот наблюдать за самим собой, и осознавать, где я обесцениваю, кого я обесцениваю, что я обесцениваю, где у меня трансакции пересекающие, какие у меня игры я практикую, потому что игр на самом деле много, их около сорока, вот, и узнать, что же такое симбиотические отношения, а все это в целом, это об энергии, понимаете, только тогда вы сможете подняться на более высокий энергетический уровень и становиться успешными, это необходимо в глубине себя разобраться, что это глубинный процесс, и вот сейчас я подхожу к самому главному, кто же отличает 5% победителей, и вы здесь можете прям записать себе, потому что то, что я сейчас буду говорить, вы вряд ли где-то услышите вот в такой вот конкретизированной, собранной воедино форме, для начала вот вспомним еще раз проанализируем, что такое проблемное мышление и сценарное поведение, и это битва за то, что я прав, да, и тогда у людей получается конкуренция, споры, борьба постоянная, второе, второе качество проблемного мышления, это вечный поиск, кто же виноват, понимаете, кто виноват тут, вот давайте найдем, но только не я, третий аспект проблемного мышления, это жесткая картина мира, и ограниченная картина мира, раз я прав, я знаю, как лучше, вы все вот давайте вот должны именно так делать, шаг в сторону, расстрел, понимаете, и естественно, это изначально из-за того, что изменения опасны, вы это уже поняли, знаете, и четвертый важный аспект проблемного мышления, это я живу в мире очень опасном, враждебном, и вообще в этом мире очень мало возможностей, здесь богатыми становятся только преступники, воры, понимаете, то есть мир, где нет возможности, человек живет в мире, где нет возможности, там будут негативные программы такие, как нам не дано, каждый сверчок знает свой шесток, это уже включает ограничения по всем парам. деньг в деньг минут вд в в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok